Счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали четверо жителей нашего округа. Все они дети-сироты. Квартиры находятся в новом доме по улице Заводской. Они полностью готовы к заселению. Сделан ремонт, установлены сантехника, газовые плиты и индивидуальное теплоснабжение. Думаю, туда диван поставить, сюда стол с телевизором, туда компьютер на стол. В небольшой квартире площадью около 20 квадратных метров, конечно, сильно не размахнуться с дизайнерскими решениями. Но счастливый новосел Алексей Бараков решил, что все будет по-простому. Небольшую однушку он называет лучшим подарком к предстоящему дню рождения. Через три дня молодой человек отметит свое 20-летие. После юбилея, я думаю, заселяться. Ну, диван получил еще мой. Шкафы. Ну, телевизор купим, привезем. Стол. Компьютер на стол, компьютер. Пока все, наверное. Мебель приглядели, посмотрели все. На первый осмотр своих квадратных метров Алексей пришел с бабушкой. Светлана Петухова с детства воспитывала внука. На очередь его поставили в 14 лет. Вот ждали. Ушел в армию. Он пришел с армии, подарок получил на 20 лет. Доволен. Я довольна. Все нормально должно быть. Вместе с Алексеем ключи от собственных квартир получили еще трое. Среди них Елизавета Вавтандер – студентка социально-гуманитарного колледжа. Она, напротив, с переездом пока не торопится. Мебели нету, надо все обустраивать. Вот. И так планирую. В следующий месяц. Ну, пока в общежитии предоставляют там. Место не выгоняют. Вот. Пока там живу. Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого округа. Согласно закону, дети данной категории вносятся в списки с 14 лет, а право на получение жилья у них возникает с 18. Сегодня мы вручили 4 гражданам. У нас на время будет еще дополнение вручения. У нас оформляются документы. Нам выделено 8 квартир. Вот 4 мы сегодня вручили. Еще на 4 у нас придет оформление документов. На сегодняшний день в очереди на получение квадратных метров числится 198 человек. Из них 103 – совершеннолетние, имеющие право на получение квартир. Те, чья очередь на квадратные метры еще не подошла, получают ежемесячную компенсацию за наим жилья. Между тем, счастливые новоселы строят планы на дальнейшую жизнь. Когда есть собственная крыша над головой, можно задуматься и о семье. Кстати, рядом с новостройками находятся новые школа и детский сад. Возможно, через несколько лет такое удачное расположение будет по достоинству оценено жильцами дома номер 11 по улице Заводской.